Первый вопрос. Предыстория возникновения марксизма как науки. Второе. Противоречие современного капитализма и исторические перспективы их разрешения. Третье. Пролетариат как могильщик капитализма и создатель новой коммунистической формации. Четвертое. Роль коммунистических партий, вождей и трудящихся масс в революционном переходе от капитализма и коммунизма. Диктатура пролетариата как форма и средства политической власти трудящихся классов. Шестое. Неомарксизм. Общее отличие положительное и отрицательное для науки и политической жизни общества в 21 веке. Касаясь основного вопроса нашей конференции, посвященной 200-летию со временем рождения Карла Маркса, создания вместе с Эндвицем революционного мировоззрения, теоретического фундамента марксизма, диалектическо-исторического материализма, хочу привести слова Маркса о коренном отличии марксистской философии от всех предшествующих ей философских систем, выраженной в тезисах о Фейербахе. Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его. Используя все ценное и передовое, что было в старой философии, Маркс и Эндвиц создали единственное научное мировоззрение. Применив диалектический метод, диалектическо-исторического материализма, их методы, Маркс совершил переворот в воззрении на экономическую жизнь общества. Но, тем не менее, революционный марксизм стоял в том числе на плечах и тех, кого мы называем социалистами-утописцами. Катализм, явившись на смену феодального строя, не уничтожил эксплуатацию человека человеком, а лишь заменил одну форму эксплуатации и обнетения трудящихся в другой форме обнетения. Как отражение протеста, эксплуатируемых против капиталистического гнета, стали возникать различные социалистические учения. Первоначальный социализм был ненаучным, утопическим. Само слово «утопия» в переводе обозначает «то, чего нет». Назван по названию произведения «утопия» социал-утописта. И позже стали так называть всех представителей, ученых с их учением на тему утопического социализма. Социализм, из словаря, система общественного устройства, при которой частная собственность и распределение дохода являются объектами общественного контроля, а также политическое движение, направленное на приведение этой системы в действие. Так, общественное управление можно интерпретировать очень широко, и социализм варьируется от государственного до свободного, от марсидского до либерального. Термин был впервые использован для описания доктрины Шарлем Фурье в учениях Сен-Симона и Роберта Оуна, которые подчеркивали добровольность сообщества людей, которые работают ради духовного и материального блага всех. Утопический социализм Карл Макс и Фридрих Энгельс рассматривали социализм как переходный этап между капитализмом и коммунизмом, определили свою теорию как научный социализм. В 20 веке Советский Союз был страной, где воплотилась модель централизованного социализма, в то время как Швеция и Дания разрабатывали вариант негосударственного социализма. Так, ну это я взяла из энциклопедии Британии, выписала. Утопический социализм, социалистическое учение, которое в отличие от теории научного социализма Марса Энгельса строило широкие всеобъемлющие планы переустройства общества и было оторвано от реальной жизни и классовой борьбы. Краткие философские слова, не буду там данные выносить. Свои социальные взгляды социалисты-утописты обосновывали чистое идеалистичество, не понимая первенствующие роли условий материальной жизни общества в историческом развитии. Утопический социализм появился в период разложения феодализма и связан был с революционным движением. Утопия в переводе обозначает то, чего нет. Родоначальниками утопического социализма были Томас Мор, Томасо Кампанелло. Дальнейшее развитие утопического социализма было общественно осуществлено величайшими социалистами-утопистами, начиная с 18 века и в начале 19 века. Морелли, Мелье, Мобли, Клод Анри Сен-Симон, Шарф Улье и Роберт Оуэн. Утопический социализм возник тогда, когда классовая борьба пролетариатов была еще недостаточно развита. В связи с этим, как Макс писал, все социалисты, основатели СЕП принадлежат к тому периоду, когда рабочий класс не был еще достаточно вышкален и организован ходом развития самого капиталистического общества, чтобы выступить исторически в действительную мировую арену. Материальные условия его освобождения не созрели в достаточной мере в недрах самого старого мира. Нищета рабочего класса существовала, но условия для его собственного движения еще не существовали. Марс Энгрис, работа «Парижская коммуна» в 1792. Поэтому проповедь социализма... Так, ладно, это не будет, я читаю. Так, сразу перейду в биографии, в краткие биографии ведущих социалистов-утопистов. Томас Мор родился в 1478-м, умер в 1535-м. Один из новоположников утопического социализма и выдающийся ученый-гуманист. Родился в Лондоне, в семье судей, получил образование в Оксфордском университете. При Короле Генрихе VIII занимал крупные государственные посты. Был казнен по обвинению в государственной измене. Именно за свои вот эти взгляды и за свои литературные вот эти политические опыты. Надо полагать, казнили его за политические взгляды, в своем умею выражать. Политическую литературную деятельность в связи с написанием замечательного произведения под названием «Золотая книга», столь же полезная, как и забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове утопии. Это название книги. Выступая в эпоху первоначального капитала, капиталистического накопления, Томас Морс в своей книге подверг критике на рождавшиеся капиталистические отношения. Показал страдания народа. Ему принадлежало знаменитое изречение «Овцы поели людей», мы это еще помним из школы, характеризующие барбургские методы становления и развития капитализма в Англии, когда помещики в Англии сгоняли крестьян с их земель, огораживали крестьянские поля и устраивали пазбище для овец, чтобы получать шерсть и потом продавать его. Коренную причину Томас Морс видит частной собственности. Он противопоставляет идеальный общественный строй фантастической страны, утопия, в основе которой лежит общественная собственность, общественное производство, общественное присвоение, социалистическое, то есть социалистический строй. Томас Морс первый в истории попытался изобразить идеальное социалистическое общество, дал название «утопия», переводим за часть, вместо которого нет. Это название ученые взяли и для направления социализма, первоначального, донаучного социализма, который и стали звать «утопическим». Утопия – государство, в котором представлено было соединение 54 городов. К каждому городу нарезаны поля, на которых занимаются сельским хозяйством. Все взрослые мужчины и женщины трудятся, кроме лет, занимающихся научной деятельностью. Основа производственной ячейки – семья, численность которой меняется в зависимости от характера ее производственной деятельности. Все «утопийцы», так назывались граждане, должны отработать в чельском хозяйстве в два года. И можно далее заниматься каким-либо премеслом после того, как отработают в чельском хозяйстве. Таким образом, Томас Морс пытается устранить противоречия между городом и деревней. Все, что добывается утопийцам, принадлежит обществу. Вся продукция в заднике распределяется в соответствии с потребностями. Рабочий день ограничен с шестью часами. В свободное время утопийцы занимаются наукой и искусством. Управляются утопией на основе демократических принципов. Но хозяйство государства строится на производстве ремесленными. Томас Морс еще не представлял, что социализм будет иметь высокоразвитую технику, технический прогресс. Переход к новому строю Томас Морс предлагает нежным путем. Ну и шесть. Так как у меня дальше еще идут характеристики, время закончилось. Ну там примерно все то же самое. Что такое диктатура вообще? Когда мы о ней говорим. Кто как понимает. Я понимаю ее. Это первое, что есть политическая власть того или иного класса. У нас два класса существует. Класс буржуазии и класс рабочего класса. Рабочих. Пролетариат. Да. Пролетариат это значит неимущий человек. Не имеет собственности на средства производства, откуда извлекает он прибыль. Сейчас мы можем сказать, что мы являемся всей частной собственностью. Мы же приватизировали квартиру. Частники. Так? Но извлекаем мы от этого прибыль или нет? Вот здесь уже вопрос. Если кто-то имеет квартиру не одну, а сдает ее, и получая оттуда прибыль, то да, он уже, можно сказать, уже и пусть не такой уже никак, но капиталист. Капиталами. Так или не так? Я правильно говорю? Стремиться стать. Да. Поэтому это первая фаза, я имею в виду политическая власть. Но есть еще и экономическая. Экономическая власть заключается в общественной собственности у пролетариата. А в буржуизе, конечно, на капитале. Вот. Они, имея частную собственность на средства производства, и эксплуатируют рабочий класс. То есть даемный труд. Вот. А мы произвольно сдаем свой труд за дешевку. Что многие сейчас и сделают. Идут на любую работу, дешевую, трудную, не борясь ни с чем. То есть унижая свое, как говорится, достоинство, лишь бы выжить. Как бы выжить. Не ведя никакой борьбы. Вот это сейчас как раз у нас такая обстановка состоит. В том, что активного сопротивления людей, народа, нету. Нету. Об этом мы видим на наших митингах, на наших всех протестных акциях. Как народ реагирует. Ну, пока что еще есть какие-то возможности выживать. Вот и выживают. Не борясь. Ну, я думаю, вы поняли теперь, что такое диктатура. Это, в первую очередь, власть того или иного класса. Класса рабочих и класса буржуазит. Политическая и экономическая власть. Ну, что поражает меня в нынешнем времени, что, ну, никак, никак. Казалось бы, где в Советском Союзе мы научены, были опытом нашей общественной жизни, все же народ так пассивно реагирует. Я смотрю, французы, казалось, там не было у них капитализма. Вот. А борьба идет. Идет у них. Они сопротивляются. Очень сильно. Вот. Ну, огонь в форме. Некоторые говорят, оу, вандалы там бьют и все. Но, по-видимому, так уже людей достало это. Поэтому они уже не разбираются с тем, что они делают. Конечно. С одной стороны, да, вандалисты. Сошли в машину, там, разбили, витрили, там, все. Но как власть-то идет, они же не начинали сразу бомить и все. Они вышли на мирную демонстрацию с протестом. Но власть не реагирует. А что остается рабочему классу делать? Как же тогда добиваться вот этого гнева? С успеха. Да. Вот идут люди на это. Вот я взял вот этот номер, здесь газета лежал. И тут вот я вам сейчас немножко зачитаю. Пока сидел, прочитал немножко. Юрков Кирилл Валерьевич, кандидат технических наук, преподаватель Красного университета. Ленин в работе государства и революции, рассматривая первую фазу коммунистического общества, государство отмирает, поскольку капиталистов уже нет, классов уже нет. Подавлять поэтому какой бы то ни было класс нельзя, но государство еще не отмирло совсем, ибо остается охрана буржуазного права, освещающего фактическое неравенство. Для полного отмирания государства нужен полный коммунист. То есть у нас в социализме если был, то значит еще классы существовали, какой-то формы. Вот Владимир Ильич Ленин приходит к выводу, что справедливости и равенства, следовательно, первая фаза коммунизма дать еще не может. Различия богатства останутся, и различия несправедливые, но невозможно будет эксплуатации человека человеком, ибо нельзя захватить средства производства, фабрики, машины, земли и прочую частную собственность. Таким образом, здесь прямо указано на то, что классовые различия, связанные со способом получения и размером доли общественного богатства, которым располагает разная группа людей, при социализме остаются. Также остаются различия между городом и деревней, между людьми физического и людьми умственного труда. Все это позволяет говорить о том, что классы при социализме уничтожены не полностью, и здесь не приходит противоречию, которая не может быть разрешена в рамках формальной логики, но которая является отражением объективной реальности социализма. Социализм есть коммунизм не с внешним отрицанием, а отрицанием коммунизма в нем самом. Поэтому, вот как вы делаете, директически это можно выразить как противоречие, один из моментов, у которого коммунизм выступает как целое, а другой отрицание коммунизма выступает лишь как момент. Момент отрицания коммунизма в первой фазе есть в каждом экономическом отношении. А так как деление на классы есть деление экономическое, следовательно, может прийти к выводу о наличии отрицания безклассовой природы социализма в нем самом. Это отрицание и есть остатки классовых различий. Для того, чтобы подчеркнуть рассмотрение противоречия безклассовой природы социализма и неполностью уничтоженного деления общества на классе, Владимир Владимирович применил поистине гениальную директическую формулу социализма. Есть уничтожение классов. Социалист – это еще не коммунизм, а уничтожение классов, потому что там еще остаются элементы классового развития. Для того, чтобы социалист поразнился своим собственным... Две минуты. Да, за как? Да, за это мы и сами почитаем. На своей собственной основе и полностью коммунизм. Это не право. За уничтожение всяких классовых различий. И борьба, есть борьба классов, хотя ведется не между антарно-контистическими классами, а рабочим классами и за утверждение своих классовых интересов, связанных с полным уничтожением классов. Хорошо, спасибо. Хочу начать с того, с чем он закончил. Значит, вот он говорит, какая-то тут газета. Значит, эта газета очень любопытная. Я рекомендую всем, кто интересуется марксизмом и хочет ее немножко глубже понять, что это такое. Она вам поможет. Почему? Потому что эта газета издана по результатам научно-практической конференции, которая была организована, если я не ошибаюсь, где Александр, кто-то выскочил, да? Значит, фондом рабочей академии и рабочей партии России. Кроме основных, значит, организаторов, были привлечены целый ряд других организаций партии. Тут и Красный университет, тут и РКРП, КПСС, значит, Виктор Акальевич Кюлькин тоже выступал на этой конференции. Значит, здесь другие представители других организаций, там рабочее телевидение и так далее. Я вам рекомендую посмотреть. Очень любопытные мысли. Ну и здесь и в этой газете газета называется «Правда труда». Вот она лежит. Дальше. Ну, что касается теперь вопроса диктатуры, сущности ее и формы. Значит, я хочу, значит, ну, просто еще раз формулировать научное, общепринятое понятие, что такое диктатура. Это понятие признают все, потому что все могут понимать по-разному, а то, что закреплено, значит, в энциклопедиях. То есть диктатура, слово происходящее из латинского языка, означает неограниченная власть. Ее диктатура, это сущность государственной власти, обеспечивающей политическое господство тому или иному классу. То есть диктатура присуща только классовому обществу. Только классовому обществу. В другом, в других, без классового обществе диктатура невозможна. Тогда что такое диктатура пролетариата, поскольку она тоже в классовом обществе. Тоже общепринятое научное понимание этого момента. Это власть рабочего класса, устанавливаемая в результате социалистической революции и имеющая целью построение социализма и переход общества в строительство коммунизма. Высший принцип диктатуры пролетариата – руководящее положение в обществе и государстве рабочего класса. Диктатура пролетариата, осуществляя самую широкую демократию для трудящихся, использует силу, когда это необходимо. Для подавления и сопротивления эксплуататорских классов. То есть, вот такое тоже общепризнанное всеми, значит, те, кто стоит на научной основе, понятие диктатуры пролетариата. Ну, исторические формы, вы знаете, сложилось в истории, история знает три формы диктатуры пролетариата. Первая, которая возникла в 871 году, это Парижская коммуна была форма. Вторая форма, которая возникла в 904-905 году у нас в России, это Советы, и которая продержалась до расстрела в 93-м году из танковых орудий. Ну, и третья форма, которая возникла при возникновении социалистического лагеря, это народная демократия. Формы, возможно, что это еще не единственные. Дальнейшее развитие процесса классовой борьбы может привести к тому, что в связи с особенностями каких-то исторических условий, особенностями тех или иных народов и государств, в которых будет происходить социалистическая революция, возможно, что будут возникнуть и другие формы, но, естественно, диктатура пролетариата может возникнуть только в результате социалистической революции. Никакими реформами, как нас пытаются всякие оппортунисты и ревизионисты убедить в том, что можно реформами чего-то добиться, никакими реформами в диктатуре пролетариата не придем, такого в истории не было. И Маркс об этом предупреждал. Ну, хотел бы еще пару высказываний Владимира Ильича привести, потому что я уложусь в 10 минут. Значит, вот, государство и революция, очень хорошая вещь, тот, кто хочет понять, что же такое социалистическая революция и как к ней прийти, почитайте, вдумчиво почитайте Владимира Ильича, государство и революция. Вот он там говорит, что кто признает только борьбу классов, тот еще не марксист. Тот может оказаться еще не выходящим из рамок буржуазного мышления и буржуазной политики. Ограничивать марксизм учением о борьбе классов значит урезывать марксизм, искажать его, сводить к тому, что приемлемо для буржуазии. Марксист лишь тот, кто распространяет признание борьбы классов до признания диктатуры пролетариата. В этом самое глубокое отличие марксиста от дюжинного мелкого, да и крупного буржуа. И еще одно коротенькое о диктатуре. Диктатура пролетариата не есть только насилие над эксплуататорами и даже не главным образом насилие. Пролетариат в период диктатуры представляет и осуществляет более высокий тип общественной организации труда по сравнению с капитализмом. То есть диктатура пролетариата это не только установление власти своей и подавление буржуазии. Но когда идет строительство социализма и строительство перехода к коммунизму, диктатура пролетариата должна осуществляться до полного построения коммунизма в мире. И никаким образом не должна она отменяться до этого момента. Потому что история Советского Союза показала, что когда после 22-го съезда было принято решение, что диктатура пролетариата себя исчерпала и мы будем строить общенародные государства. Все это постепенно привело отказ от диктатуры пролетариата к тому, что реставрирован капитализм у нас в стране, к сожалению. Вот то, что я хотел добавить. Хорошо, спасибо. Сейчас наблюдают тенденции связи коммунитарного знания с естественно-научным. Особенно это было отражено инвенцией. Исторический материализм и диалектический материализм это и есть воздействие как естественно-научного, так и социологического, коммунитарного, исторического направления. И сейчас эта тенденция снова начала возрождаться, но уже под новым знанием. Уже в конце середины и во второй половине 20-го столетия возникли ряд естественно-научных проблем, которые поставили под сомнение решение основного вопроса философии. Ну, это известная психофизическая проблема. Я сразу напомню вам известную статью, опубликованную сейчас в 70-х годах, в журнале «Вопрос философии» Давыдова и Ириша. Это психофизические корни психофизического параллелизма, где оказинализм Мальбранша и Геллингса разбирается. И попытка решить эти проблемы дуализма и декартовского, особенно психофизического параллелизма с позиции религиозных, потерпела поражение. Ну и с марксистской точки зрения тоже не получала решения. Что подсояло под сомнение решение правильности решения материалистического решения Марксом основного вопроса философии. Так, это первый момент. Теперь появляется ряд статей, тоже естественно научных, где, сейчас я не могу, на память обсудили, и реглама позволяет. Таким образом, появилась потребность философски рассмотреть сложные, иерархически организованные системы. И системы, особенно компьютерные, где функционирует уже такое идеальное явление, как искусственный интеллект. Вопрос, а материально ли вообще сознание, а материально ли вообще программа, это все требовало новых подходов. Вот, эта проблема резко обострилась. И я биохимик в образовании, я занимался иерархическими математикой, иерархической классификацией. А, значит, в студенческие годы я участвовал в конкурсе студенческих работ по теме ЭВМ и сознания. И тогда я приобщился к философии. Читая вот эти философские работы классические, да, с точки зрения марксизма, своим таким незашкоренным умом, я стал задавать всякие вопросы и начал сомневаться вообще тоже уже в марксизме. Но, поскольку я не специалист, не философ, я в течение своей жизни по-технически возвращался, и только когда я вот уже в зрелом возрасте работаю в Академии наук с математическими и иерархическими классификациями, у меня произошла вот эта идея, что нужен новый принцип, подхода. Не разделять материализм и идеализм, противовставлять их гигельянскому марксизму, а найти способ их синтетизации, понимаете, и сюда, и декартовскую систему. И оказалось бы, что этот синтез можно осуществить только на основе принципа, я его назвал, иерархического, принципа иерархической относительности. То есть, с одной стороны, иерархический подход, потому что системы иерархические, сложные иерархические, и релятивистские, поскольку физики-то релятивизм в свое время заблантал, его предложил Пуанкаре. Ну, правда, все это потом в исторической коллизии произошло, что это ему, как ему, теория относительности приписывает Эйнштейн, но это случайность была. На самом деле, это Пуанкаре продолжилась. Пуанкаре был скромным, но потом он умер, и так немцы протащили своего соотечественника Эйнштейна. Закрепилось это и так далее. А на самом деле, автором явился Пуанкаре. Ну ладно, это так. Есть статья современная, где, не слышали, недавняя статья французского одного исследователя, это все-все показывает, у моих работ их есть. Так, у меня есть, значит, в интернете, если вы зайдете в интернете на, в правой серии, на, значит, на рубрику «Принцип иерархической относительности», так, там опубликованы вот все мои материалы. Так, это один момент. По этому принципу вышла книга, сейчас я ее покажу, она еще уже вышла 6 лет назад, в 15-м году, называется «Принцип иерархической относительности». Это сборник статей, который мне предложил, значит, издать немецкое издательство, известное, «Ландерт Академик Паблишинг», вот эта книжечка небольшая, это сборник статей. Где я, значит, со своими статьями же выступал, и совсем не думал написать какую-то книгу, они вот говорят, давай объединим эту книгу, вот вышла книга. Она есть во всем библиотеках нашего города, и так далее. Вот немецкое издательство. Это что касается философского принципа. Теперь, недавно, в марте этого года, в третьем номере журнала «Актуальные проблемы гуманитарных исследований» наук, вот этот журнал, есть такой, где публикуются доктора и кандидаты наук со своими, значит, работами. Вот в разделе «Исторические науки» я один оказался в этой рубрике. На самом деле, этот журнал был толще. Сейчас он стал тонким, потому что, видимо, исчерпались темы, я не знаю, что. Ну вот, в «Исторических науках» опубликована моя уже прикладная статья на основе вот этих философских идей, да, «Кринсперки». Вот, значит, главная статья на тему «Исторические науки», да, называется «К вопросу о причинах распада Союза СССР с точки зрения классовой теории государства». Вот здесь я уже обращаюсь к вопросу о причинах. Оказывается, если внимательно отнестись к ленинским работам, то есть одним из выводов этой статьи является одной из причин, я, значит, рассматриваю, недостаточность, философскую недостаточность максимума. Вот. В чем недостаточность? Вот как раз вот в этой книге объясняется. Ну, во-первых, это традиция. Диспущенные вопросы надо вставить. Ну, да, это все диспущенные вопросы не в рамках этой конференции. Я просто говорю не о Марксизме. Рамках не о Марксизме. Вот как? Отпятаясь. Только его предупредительное время. Да, вот интеллирую жизнь абсолютно. Если вы желаете, я немножечко буду продолжить. Не желаете, вот я сказал. Ну, давай, минутка еще у тебя, я свое тебе время. Ага. Вот в чем эти причины? Я на этой статье основываю. В чем эти причины? Я выделял три основных, на мой взгляд, субъективные. Две основные причины. Это, как известно, Ленин выделял два этапа социалистической революции. Это политический, диктатура преференции, и так далее, ну, руководство партии. А потом длительный культурный период. Длительный культурный период. Так вот, уже после войны, там, какой съезд, у нас был, 19-й, да? Ленин уже, ой, Сталин уже чувствовал, что нужно менять руководство страны, переходить от политической диктатуры к культурному периоду. И стал, значит, роль партии принижать. И выдвигать роль государства. К тому же, здесь я еще ссылаюсь на, почему, с точки зрения классовой теории государства, называется статья, да? Я обращаюсь к научительной работе Энгельса, значит, происходящее семи частиц в собственности государства. Где он говорит, что всякая, значит, ну, революционная ситуация сопровождается в предустоянии старому государству, так называемое особого отряда самодействующей организации населения, самодействующей вооруженной организации населения, которая должна противостоять государству, в этом вооруженному отряду государству, да? Если этот особый отряд должна выполнять, в общем-то, партия, так? Но если партия сама влилась в государство, что необходимо было, захватить власть, да, на какой-то период это было справедливо. Но если это продолжается длительное время, эта абсолютная власть превращает еще при Сталине в бюрократическую силу, которая уже перерождается сама по себе, да? И этот момент Сталин уловил и пытался вот это разрешить, вот эту проблему. Но партия поступила по-своему. Она продолжила свою диктатуру и еще укрепила там, в Брежевский период, что партия руководящая направляет силой и так далее, вот, на все периоды. Как это исторически произошло, может быть, вот эти статьи рассматриваются. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова